Этот 10-подъездный дом на улице Новоселов построен более 40 лет назад и ни разу в нем не проводился капитальный ремонт. Последние несколько лет жильцы дома всерьез обеспокоены протечкой крыши. Вода проходит не только на верхние этажи, она идет в квартиры ниже по проводке, трубам, стенам и обоям. Я уже задыхаться стала вот от этой сырости, от этой плесени. Вот сейчас хорошая солнечная погода, поэтому все нормально, высохло здесь. Сейчас начнутся слегка дожди, дожди, или снег вот будет, не дай бог, опять выпадет, да? Сейчас вот все обои, опять все набухнут. От таких наводнений у Светланы Шабановой уже однажды случился пожар. Вода задела проводку и от замыкания загорелись обои. По всем вопросам ремонта жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. И за ответами по натоптанной тропе наша съемочная группа отправилась туда вместе с жильцами. Здравствуйте. Какого разрешения вы снимаете? Вы не снимаетесь, пожалуйста. Увидев видеокамеру, диспетчер управляющей компании даже попыталась выставить нас вместе с жильцами за дверь. Но спустя время все же неохотно дала комментарий. Диспетчер сказала, что вопросом ремонта дома номер 24 на улице Новоселов все же занимается мастер, но координат для связи с ним не предоставила. Это не к диспетчеру вопрос. Ну, в каком хотя бы процессе находится это дело? Все передано к мастерам, мастера это все решают. Каждый раз жители просят у управляющей компании произвести хотя бы текущий ремонт, чтобы остановить протечку крыши. Но эффекта нет. Приходил мужчина, мастер, у нас посмотрел и говорит, ну, я уже был тут, ну, они были там, разов в 10 уже были за зиму. Зима теплая, постоянно течет. И что они делали? Ничего пока не сделали, с них там скидывали, наверное. Ну, а вот как вы пытаетесь достучаться до мастеров или даже… Вот сюда приходите и просто приходите. Да, да. И вот каждый раз так просто приходите и все. Да, приходите, да. Как дальше выяснилось, некоторые сотрудники управляющей компании все же в курсе всех разрушений дома номер 24. Сами они его называют большой проблемный дом. Там рассыпалась стяжка вся, не только что вот тот самый кровельный материал направляемый, он еще рассыпался все стяжкой. Там до плит все рассыпано. Козырьки вот эти, которые над вытяжками, они превращаются в щебенку. Мы частично уже заменили козырьки на металлические там. Поэтому мы этим домом, в смысле, владеем ситуацией полностью по нему. Но не все в наших силах сделать. Ну что, но в этом году в общем… В этом году, 2016 год, они поставлены, по крайней мере сейчас, они в списке стоят на капитальный ремонт. Однако в такие обещания по капитальному ремонту совершенно не верят жильцы. Они устали от происходящей ситуации. В прошлом году также говорили, будет капитальный ремонт, ждите. Проведя такое небольшое расследование, услышав мнение жильцов и управляющей компании, остается надеяться, что в этом году ремонт дома все же будет произведен. И его жильцы заживут спокойно под новой крышей, дыша свежим нормальным воздухом, не боясь бесконечного ремонта и возможных пожаров. Продолжение следует… Спасибо.